Как наладить и укрепить межнациональные связи? Этот вопрос волнует сегодня ученых всей Сибири. На форум приехали эксперты в области общественных отношений из Новосибирска, Республики Алтай и даже Москвы. Последние, кстати, высоко оценивают уровень работы в нашем регионе по части нацполитики. Это и стало поводом для вливания в наш субъект федеральных средств. Когда заявляемся на конкурс, мы рассказываем о тех эффектах, результатах, которые были в предыдущие годы достигнуты. И если федеральный центр, то есть это не органы власти, это прежде всего эксперты в области межнациональных отношений. Если эксперты видят, что эти мероприятия значимы, работают, востребованы прежде всего населением, то регион получает субсидию. Особое внимание эксперты уделили роли языка. Поскольку национальная политика и ее тренды, болевые точки во многом зависят от чиновников, отдельно говорили о культуре речи и этике госслужащего. Если это устная коммуникация и к нему приходит человек на прием, то прежде чем использовать вот эти все элементы официально-делового стиля, чиновник просто должен обеспечить вот эту коммуникацию, общение с человеком, то есть соблюсти в первую очередь требования этичности речи, показать, что он заинтересован в решении проблемы. И самое главное, что у него есть возможность решить проблему. Как показывает практика, далеко не все чиновники красноречивы и морально устойчивы. А между тем именно от властимущих зависит, будет ли диалог в обществе конструктивным, а национальная политика грамотной. Анна Рашигирова, Вадим Быстревский, День с толком.